В Хакасию приедут молодые музыканты мира. В их числе выпускница нашей республики скрипачка Анастасия Субракова. Она играла на лучших мировых сценах. Также выступит японская оперная певица Юки Цурусаки. Из Швейцарии приехал Кристоф Берюэ. Он сядет за фортепиано. В концертах примут участие и другие именитые музыканты. Мероприятие значимо еще тем, что в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для юных исполнителей республики. Та традиционная схема передачи знаний, опыта, мастерства, организации условий преемственности, она у нас имеет еще и характер определенного динамизма. То есть молодежь учит в какой-то мере молодежь. Это очень важно. На пресс-конференции рассказали, молодые музыканты не только выдающиеся исполнители, но еще и замечательные педагоги. Дети к ним открыты душой. Причем самое интересное, что даже языковый барьер нам не мешает. Иногда так бывает, что и дети, и наши руководители мастер-классов, они как будто душой чувствуют друг друга. Музыканты выйдут на сцену в сопровождении симфонического оркестра филармонии под руководством Вячеслава Инкежекова. Сегодня маэстро рассказал, в этом году фестиваль обещает быть незабываемым. Жители республики услышат редкие шедевры классической музыки. В этом году у нас в камерной программе «Стравинская история солдата» – это вообще очень редко исполняемое. Вообще в России произведение можно услышать. У нас очень насыщенная программа с оркестром. У нас такие сложные аккомпанементы, что если бы нет фестиваля, я бы, наверное, и не решил, чтобы идти играть аккомпанементы. Основные концерты пройдут на сцене филармонии в Абакане 10, 12 и 13 сентября. Начало в 18.30. И еще два выступления состоятся в Саиногорске и Баграде 11 и 12 числа соответственно. А 15 сентября в 16 часов состоится гала-концерт, посвященный закрытию фестиваля. Мария Мишнина, Антон Михайлов, РТС.